Вот, например, у вас есть некая территория и население, и у соседей есть территория и население, и вот на их территории у вас есть некий интерес Вы, конечно, можете прийти к своему народу и сказать, слушайте, ребята, мне там кое-что надо, пойдемте за это повоюем Но вас, скорее всего, просто пошут Ну а если вы будете манипулировать людьми, обращаясь к их инстинктам, у них просто не будет выбора Поэтому говорить надо так Братья и сестры Они, конечно, никакие не братья и не сестры, но мы все равно должны им это сказать, потому что изначально альтруизм рассчитан на родственников Поэтому вот, братья и сестры, родина, мать в опасности и зовет вас, своих детей, ее защитить И пусть вас не смущает некая абсурдность этой конструкции, потому что все, конечно, головой понимают, что мать это вот, мама, и с ней все в порядке И если она куда зовет, то только обедать, а родина это просто какая-то, ну это территория, она не может быть матерью, а ей рожать-то нечем Но это все понимают, когда по одному Но упоминание родственников в тревожном контексте для людей, которые собраны в массу, имеет просто волшебный эффект У всех тут же активируется рост на альтруизм, и все становятся немножечко готовы пожертвовать собой Потому что все их инстинкты говорят, братья, сестры, мать, дети, это же море моей крови, это гора моих генов, это все нужно защитить любой ценой Да, кстати, всегда называйте это защитой, даже если собираетесь напасть Потому что, как мы помним по термитам, пчелам и шимпанзе, изначально альтруизм создан для защиты родственников Хотя использоваться, конечно, может для чего угодно Итак, полдела сделано, народ встревожился, побросал свои дела и пришел в боевую готовность Теперь нам нужно подготовить противника Потому что тут есть одна проблема Психически здоровые люди ужасно не любят убивать других людей Даже если им за это ничего не будет У нас на этот счет стоит масса, опять же, инстинктивных запретов И нарушение их чревато ужасными муками совести, вплоть до полной деморализации бойца И чтобы этого избежать, вы должны превратить противника в нечеловека Потому что не людей убивать можно Но как это сделать? И вот тут существует один очень хитрый прием Вот берем человеческий мозг Он такой маленький, не потому что он принадлежал какому-нибудь пятикантроку А просто потому что съежился от формалина А в остальном это совершенно настоящий мозг И в нем возникали настоящие человеческие эмоции В том числе эмоции отвращения, которые нас и интересуют Это такая смесь страха и реакции избегания И в свое время отвращение сослужило нам очень хорошую службу Когда во времена тотальной антисанитарии помогало нам избежать инфекций А возникает оно примерно вот здесь Вот в средней и боковой лобно-глазничной коре И ученые Принстанского университета, изучавшие отвращение с помощью МРТ Обнаружили совершенно удивительные его свойства Возбуждение участков мозга, ответственных за отвращение Подавляет активность участков мозга Которые отвечают у нас за жалость, сочувствие, эмпатию и другие человеческие чувства И таким образом объект отвращения мы воспринимаем не как что-то живое Даже если оно живое А просто как некую абстрактную, неодушевленную мерзость Которую нужно немедленно удалить и желательно уничтожить И у этой эмоции есть еще одна очень интересная черта Чем сильнее отвращение человек испытывает Тем больше его потребность в принадлежности к своей группе Что в социальном плане проявляется как патриотизм И соответственно тем выше его неприязнь к чужим группам Что в социальном плане проявляется как ксенофобия То есть чем людям противнее, тем они больше и патриоты И соответственно больше и ксенофобы Ну так сделайте людям противно И перенесите это отвращение на образ противника Чем его дегуманизируете, то есть обесчеловечьте Называйте их крысами и тараканами, зомби и псоглавцами, гадами и падалью Говорите, что они трахают коз, едят младенцев Когда вы обращаетесь к инстинктам, работает даже самая дикая ложь Потому что инстинкт гораздо старше, чем интеллект И затыкает его вот на раз И пугайте, пугайте постоянно Потому что страх это топливо всего вот этого патриотически-ксенофобного комплекса Без него они хереют прямо на глазах И поэтому каждый день тревожные новости, леденящие подробности, чудовищные версии Ну, собственно, вы знаете И вот таким образом вам удастся обойти все культурные запреты И вернуть свой народ в пещерное состояние войны с чужаками На одном полюсе у вас патриотизм, на другом ксенофобия Друг без друга они не существуют Но зато вместе создают такое напряжение Что с его помощью вы легко свернете горы Разрушите города, сотрете страны, положите миллионы людей И уж, конечно, наживетесь, на чем вы там собирались И вот по этой простой схеме строятся абсолютно все войны Очень надежные Собрали еще в Палеолите, а до сих пор